Каждый человек медиа, каждый человек блогер. Если у вас есть Facebook, если у вас есть Instagram, если у вас есть какая-нибудь другая площадка, вы уже блогер. Так или иначе, если вы туда пишете системно, то вы уже системный блогер. Мне всегда нравилось писать. Несмотря на то, что я математик по образованию, я всегда много писала, читала. Мне нравится рассказывать о том, что со мной происходит, рассказывать о своем мнении остальным. Это нормально, наверное. Меня угнали в машину два года назад. Я написала об этом пост, и он разошелся каким-то безумным количеством перепостов. Потому что 7-8 тысяч перепостов, ну и лайков тоже какие-то тысячи. Потом в течение трех дней обо мне сняли сюжеты, все возможные телеканалы, которые могли снять. И через три дня мою машину нашли. Это такая сила Facebook. Но я написала не только один пост. Я потом еще каждый день рассказывала о развитии событий. О том, как я ее искала, заявляла в полицию. У меня была перепись просто всех красных аккордов купе в Киеве. Потому что все, кто читал и был неравнодушен, мне присылал фотографии каких-то похожих машин, которые он видел в городе. И в итоге, как всем Facebook, мы с дубулы нашли эту машину. Это такой ответ на вопрос, а что у тебя есть? Есть как минимум те, кому не все равно, значит ты не такой плохой человек. Я не такой плохой человек. Это приятно. Есть алгоритмы поста на много лайков, на тысячи лайков. Они есть. Но я думаю, что самое главное правило это отдавать. То есть, когда ты выходишь на сцену, точно так же, когда ты выходишь в Facebook со своим постом, самое главное понимать, что ты искренне хочешь это сказать, и ты хочешь что-то дать читателям, что-то дать своей аудитории. То есть, неважно, что ты получаешь взамен. То есть, сколько лайков тебе ставят, насколько тебя критикуют, не критикуют. То есть, keep going. То есть, продолжай делать то, что у тебя получается лучше всего, и рано или поздно для какой-то аудитории, может быть узкой, может быть очень там своей, маленькой, не знаю, своей семьи, ты будешь, не знаю, героем. Я не знала, конечно же, когда я шла на свою первую работу, на третьем курсе, что я буду когда-нибудь делать свой бизнес. Потому что я не знала, как это. То есть, в моей семье не было людей, у которых есть свой бизнес. Мои родители, учителя. Я жила в очень маленьком городе, в Хартонской области, там 17 тысяч населения. Вот, у меня сейчас подписчиков из Буки больше. Вот, это забавно. Вот. Я благодарна своей семье за то, что они никогда не запрещали мне пробовать что-то. Я благодарна тому, что меня все-таки отпустили в Киев. Вот. Я переехала в 2000 году. Я поступила на Мехмат Шевченко. У меня специальность математика. То есть, я могу быть преподавателем математики, гипотетически. Но сейчас очень здорово, что я неожиданно преподаю в своем же университете, но в КИМО. Вот. Преподаю не математику, а преподаю медиа-менеджмент. Вот. Но когда мне предложили этим заниматься вот этим летом, совершенно неожиданно, сначала я подумала, господи, зачем мне это нужно преподавать в КИМО. Понятное дело, что это не ради денег совершенно. Но я подумала, что для моей мамы, которая когда-то вообще для нее было невероятным, то, что я из этого крошечного города поступила вообще в Шевченко, главную страну, что я теперь преподаю в КИМО, это самая большая заслуга и гордость, которая понятна для нее. Вот. И это была супер-мотивация для меня, вот, пойти, ради мамы, преподавать в КИМО. Первый проект, для которого я писала бизнес-план, и руководителем, которого я стала сначала наемным, потом мне подарили долю, это было тоже там онлайн-издание, это был 2007 год, то есть это 10 лет назад. Вот. И мне тогда было, соответственно, 22, 22. И я стала сразу руководителем большого проекта, я написала бизнес-план, мне дали денег, вот, на инвестиции, на старт, дали возможность собрать команду. И я благодарна той команде, учредитель, за это доверие, потому что они мне дали уверенность в моих силах, вот, то есть немногим так везет. Вот. Но с другой стороны, я понимаю, что, возможно, я отличалась от других тем, что я могла взять на себя эту ответственность. Почти каждый человек может заработать, там, миллион, да, но, то есть, ну, для этого нужно взять на себя ответственность за что-то. То есть не все ее хотят, не все ее могут брать. Мне сильно перевернул развод, вот, как, наверное, многих женщин, которые когда-либо разводились. Я оказалась с ребенком, которому год, с бизнесом, который никак не выйдет на ноль, инвестором, который как-то не очень рад тому, что он никак не начнет зарабатывать бизнес, вот, командой, которую нужно вдохновлять. Я еще в это время разбиваю машину в Total. Мне куча друзей написали, давай ты, может, делаешь перерыв в вождении, ты, наверное, супер испугалась, тебе, наверное, страшно, это стресс. А я должна ехать в это же утро, ну, вот, там, через, по сути, там, 12 часов, я должна ехать в свой первый пресс-тур автомобильный. Я должна быть за рулем, мы ехали из Киева во Львов, в машине я и трое мужчин, ну, как известно, мужчины, как бы, еще и автожурналисты, они, конечно же, лучшие водят и вообще с осторожностью относятся к женщинам за рулем, вот. А я первый раз еду не на своей машине, привезу этих троих мужчин, и я понимаю, что, в общем-то, ну, камон, ты можешь все. Продолжение следует...